После нашего материала о нашествии крыс во многих домах норильчан ситуации озаботились краевые власти. Управляющие компании проблему подтверждают, говорят, сами делают всё возможное. Но проблема в вывозе отходов. Рекоператор комментировать ситуацию не торопится. А в ЗАГС Собрание Края уже звучит фраза «чрезвычайная ситуация». Подробности у Анастасии Гринько. Что поголовье грызунов в нашем городе скоро превысит все мыслимые нормы и что пора принимать меры. И краевые местные власти говорили ещё месяц назад. И уже тогда поступали жалобы от норильчан, рассказал нам депутат ЗАГС Собрания Павел Семизоров. Было дано поручение рекоператору увеличить частоту вывозов. Но я так понимаю, что по сигналам и вашим, по сигналам жителей Норильска, что это не было выполнено. Для того, чтобы, наверное, принять какие-то меры, был уже, наверное, окончательный сигнал вашего репортажа. Причём такой очень подробный, понятный, что ситуацию надо что-то уже делать. Мною вчера было сделано обращение председателя Красноярского края, председателя правительства Красноярского края, Лапшину Ильину Анатольевичу, с части озвучил эту ситуацию всю, что в результате вот такой вот деятельности рекоператора у нас увеличилось число грызунов. Была затронута тема, что возможен вариант всё-таки режима чрезвычайной ситуации. Почему? Потому что, ну, по-другому мы никак не сможем выделить средства для централизованной гератизации вот именно тех мест, где сейчас проходят грызуны. Но режим ЧС мира крайне, отмечает Павел Семизоров. Больше всего от нашествия крыс страдают многоэтажки с мусоропроводами. Власти рассматривают такой вариант. Мусоропроводы закрыть, а контейнеры ставить на отдельных площадках во дворе. За такой вариант и управляющие компании. Но согласятся ли на рельчане? Жилкомсервис предлагал заварить мусоропроводы на Толнаской 35, но нужно было согласие жильцов. А они против. Пока люди спорят, крысы плодятся и даже участившиеся санобработки грызунам не мешают. К сожалению, с января месяца у нас действительно увеличилось количество крыс, количество обращений на то, что крысы появляются в подъездах, многоквартирных домах, мусорокамерах, даже забегают в некоторые квартиры. Все-таки мы это связываем с тем, что региональный оператор по вывозу бытового мусора не выполняет вывоз мусора ежедневно. Многоквартирные дома, которые у нас 9-этажки, 12-этажки, где у нас мусорокамера находится непосредственно в самом многоквартирном доме, эти контейнерные площадки продолжают вывозиться 3-4 раза в неделю. При таком вывозе установленные у подъезда в баки просто не вмещают в себя мусор. Пакеты валятся вокруг и становятся центром притяжения и размножения хвостатых вредителей, продолжает Ольга Сарычева. По ее словам, вывозить больше и чаще рекоператор не стремится, даже по конкретным заявкам. С Ростехом у вас пока не клеится? Не складываются отношения. Заявки, которые я лично сама делала, надо отправлять в Красноярск. Красноярск очень спокойно, но мы посмотрим. Я не заметила, чтобы они сразу выскакивали, сразу неслись и исполняли заявки. Заявки на уборку? На уборку мусора, да. В администрации же на обязанности оперативность мусорщиков свой взгляд. Мы со своей стороны сейчас даже наладили работу. Мы от управляющей компании принимаем жалобы или необходимость, передаем региональному оператору. Есть договоренность с региональным оператором, что региональный оператор точечно готов подходить по таким адресам. Помимо того, что он ежедневно будет выезжать, он еще готов точечно, где большое скопление мусора есть. Поэтому здесь вопрос просто организации работы. Впрочем, нехорошо говорить о ком-то, без него самого. Наша съемочная группа отправляется в местное отделение рекоператора получить все ответы напрямую. Проникнем. Всем сотрудникам офиса срочно потребовалось куда-то выйти, а руководитель рекоператора дверь открывать не спешил. Сергей Николаевич звонит кому-то уже, уже уточняется, что приехали. Думает, что все будет очень плохо. Ждем, ждем. На рабочее место вернулся один из сотрудников с ответом от директора, дверь которого все это время оставалась закрытой. Я не знаю, что у меня территория, а наслирует такую информацию. Потому что на сегодняшний день директор обоснованного произведения Ростеха, то есть регионального оператора в городе Бориске, не облечен полноочиями. То есть человек, Сергей Николаевич, не имеет права. А, Сергей Николаевич, не имеет права. Да, он не дает комментариев. И по силе выйти на руководство Ростеха на головной офисе в городе Постоярск. Что ж, попробуем добиться ответов из Красноярска по предоставленному номеру. Скажите, пожалуйста, как, какими силами сейчас осуществляется мусор и почему опять проблемы? Смотрите, если у вас есть какой-то вопрос конкретно, пишите письмо конкретно по какому адресу, какого числа не осуществлялся вывод. Мы проверим согласно системе ГЛОНАСС и предоставим вам информацию. Здесь комментарии ни к чему давать, потому что мне непонятно, по какому адресу не выводился. Но ситуация системная, жалуются целыми ЖЭКами. Я не знаю, кому они жалуются. У нас претензии, если поступать, мы разбираем, даем социальные ответы. Но их крайне мало. То есть, по версии Ростеха, претензий нет. Ответственных на территории тоже нет. Зато есть крысы, а они животные простые, бюрократии не отравленные. Руководствуются не количеством бумажек, а количеством мусора. И очень здорово плодятся в созданном для них мусорном раю. Так что, чем черт не шутит, может прав депутат Семизоров. И доведут у нас ситуацию до чрезвычайной. В любом случае, Северный город не бросит эту проблему, пока на мусорном фронте не наступит хотя бы относительный порядок. Анастасия Гринько, Михаил Чернов, Артем Смирнов, Александр Воря. Новости Северного города. Народный контроль действительно помогает. Благодаря активности Северного города и наших зрителей на проблемы реагируют не только в крае. Местные коммунальщики тоже умеют быстро откликаться на запросы, когда недоработка налицо. Пример. История с течью под домом на лауреатов 31. О ней нам сообщил анонимный телезритель. Сказал, вода хлещет уже неделю. Первую течь заделали, стоило нам приехать в проблемный подвал. Правда, мы нашли и другую. Но после второго нашего выезда и эту угрозу для мерзлоты под домом все же ликвидировали. Виктор Пихтарь все проверил сам. Эту трубу залатали очень оперативно. Буквально в тот же день, как мы сообщили о проблеме в пресс-службе мэрии. Но одной течью все не ограничилось. Только стихла одна, обнаружилась другая. Тут нужно отметить, что в тот же день пресс-служба мэрии сообщила, что в коммунальных объединенных системах и об этой проблеме знают. И уже отправили аварийную бригаду. Чуть позже мы связались с соответственными лицами. Устранили свеч по холодной воде. Потом поступила заявка, что течь продолжается. Бригада выехала и обнаружили засор центральной канализации. Мы провершили. Прям тут же течь была устранена. Северный город пришел проверить, сделана ли работа на самом деле. В подвале действительно тишина. Мы почти добрались до места, где был засор. Сейчас доберемся, проверим. Взбудоражили мы запах. Давай быстрее не подтошну. А вот, видишь, прям на вот этих стыках, где заплатка стоит. Ты живой, Тим? Давай быстрее работай. И действительно в подвале тишина. Вода не бежит. Мопкос действительно заделал эту трубу. И даже немножко дышать легче стало. Но, тем не менее, оператору моему уже плохо. Поэтому мы пойдем, пожалуй, на улицу. Совпадение это или нет, но нам кажется, что Северный город все-таки помог в решении проблемы на лауреатов 31. А вы, уважаемые телезрители, присылайте свое видео, если у вас по домам что-то бежит или есть какие-то другие проблемы. Виктор Пихтарь, Артем Смирнов. Новости северного города. От порядка в малом к надеждам о больших изменениях. Проект нового северного строительства предложили ученые и студенты Сибирского федерального университета. Архитекторы составили подробную карту системы зданий, где можно и огород вырастить, и через крытые переходы до школы дойти. План готовили для Тухарда, но студенты СФУ заинтересовались и Норильском. По удачному совпадению, в то же время норильчанам представили городской мастер-план от Петербургского института урбаника. А какие решения северному городу предложил СФУ, узнаете далее. В этом году 873 норильские семьи переселят из шести аварийных домов. Пять из них подлежат сносу, а на оставшихся ростверках предлагают построить новые. Но это все пока на проектных чертежах. По крайней мере, такую идею подали студенты кафедры архитектурного проектирования Сибирского федерального университета. Такая многоэтажка для нас в новинку. Каркас дома частично составляет лиственница и сосна. Эксперты говорят, древесина долговечнее бетона и лучше сохраняет тепло. Будущие архитекторы также предлагают использовать готовые конструкции, как в Германии. Их привозят, устанавливают и монтируют в короткий срок. Об этом нам рассказала старший преподаватель кафедры Олеся Киселева. Сегодня мы разрабатываем, это совместно проект жилых малоэтажных зданий до пяти этажей. Мы закладываем первый этаж общественный и для маломобильной группы. А те, кто плохо передвигаются, либо уже пожилые. И верхний этаж мы закладываем общественную зону, это спортивную. Красноярские студенты предлагают разнообразить и досуг норильчан. И уже думают над проектом дома пионеров у въезда на Ленинский проспект. Это культурно-досуговый центр с аквапарком, ну мы так по-крупному решили. Аквапарк, музей, посвященный тем людям, которые осваивали Норильск и вообще Север и Арктику. Дополнительные детские функции, это робототехника, это там и застудии творческие, спортивные. И опять же, главная задача это парк. Но пока что все разработки это студенческие проекты. Реально ли их воплотить? Об этом мы спросили у председателя Норильской организации Союза архитекторов России Михаила Волгина. Сейчас говорить о степени реальности студенческих работ достаточно сложно. Зависит, наверное, и от гения самих студентов, и от преподавателей. Но в целом, когда возникает достаточно большое количество вариантов по поводу эксплуатации того или иного пространства, появляется, возникает, ну как бы, возможность выбора. Будущее, да, как оказывается, самое далекое, но достаточно быстро приближается. Ну, вполне вероятно, что что-то может и произойти. По словам Михаила Волгина, красноярские студенты давно проявляют интерес к Норильскому жилфонду. Еще до объединения крупных вузов столицы края в университет. Тогда проектировщиков выпускала архитектурная строительная академия. И вот новая волна. Студенты СВУ приедут в город и оценят на месте особенности строительства и реконструкции норильских зданий. Они сюда приедут, им надо сейчас посмотреть, на что вообще, чем отличается представление о Крайнем Севере от его реальности. И, видимо, скорее всего, тогда будет, может быть, объемы и объекты уточняться. Они поездят, посмотрят, в каком состоянии ростверки. Студенты прилетят к нам 8 июля. Они сделают обмеры, изучат главные улицы и соберут материал для проекта, цель которого – изменить взгляд на северные территории, как на оторванные от цивилизации и некомфортные для проживания. А придут ли эти идеи поддержку у администрации, утверждать пока рано. Но факт, что над комфортными условиями норильчан думают красноярские студенты, говорит о многом. Василий Саматюшкин и Артем Смирнов. Новости северного города. А Норильск Автодор призывает автолюбителей и пассажиров, выезжающих в аэропорт, быть внимательнее на 23-м километре автодороги Норильского Кель. На этом участке будут вести ремонт водопропускных сооружений. Подрядчик соорудил временную объездную дорогу, так что если торопитесь в порт, выезжайте пораньше. Автодорога Норильск-Алыкель требует особого внимания у дорожников. Ведь каждую весну с возвышенности к ней идет массивный поводок. Для того, чтобы избежать затопления, еще при ее строительстве в середине прошлого века под ней были построены водоотводные сооружения. Часть из них, к сожалению, сегодня приходит в негодность. Состояние, как мы видим, уже у нее неудовлетворительное, можно сказать, аварийное. Можно сейчас нормально сделать и забыть еще на полвека. На время ремонта водопропускных сооружений под дорогой временно перекроют движение по этому участку. Подрядчик подготовил объездной путь. Затраты вошли в контракт. Его стоимость Норильск-Автодор удалось снизить на торгах с 13 до 9 миллионов рублей. Участок перекроют уже сегодня в промежутке с 10 вечера до часу ночи. Так что водителям стоит быть внимательными на 23-м километре Алакельской трассы, а спешащим в аэропорт выезжать пораньше. Окончание работы восстановления движения планируется к 31 сентября. Воспользовавшись случаем, мы отправились на 33-й километр автодороги, чтобы посмотреть другое временное сооружение, построенное в мае для пропуска талых вод под дорогой. Напомню, в 2018 году весной ее затопило. Да, временное сооружение водопропускного выполнило свою функцию. В этом году благополучно пропустив воду. Потопа такого мы не наблюдали, как в прошлом году, значит, все нормально. Это временное сооружение обошлось городскому бюджету в миллион 700 тысяч рублей, а до конца года будет подготовлен проект постоянного. Как считаете, во сколько может обойтись реализация этого проекта? По укрупненным показателям порядка 30-40 миллионов. В Норильск-Автодоре рассчитывают, что цена может снизиться на торгах, где в борьбе за подряд фермы могут скинуть стоимость работ на 10, а то и на 30 процентов от суммы контракта. Виктор Пиктарь, Артем Смирнов, Андрей Казак. Новости северного города. Где буквально в получасе езды от центра цветут жаркие струядцы водопады? Где можно увидеть красоты, от которых захватывает дух? Конечно, это красные камни. Те, кто там был, например, пару лет назад, помнят эту живописную местность не в лучшем виде. Горы мусора после нашествия туристов и исписанные краской камни. Сейчас за очистку перспективной туристической зоны взялись общественники Норильска. Средствами их поддержала программа «Мир новых возможностей». Вместе с ними на красные камни отправилась и наша съемочная группа. 40 добровольцев против грязи. Так можно было бы назвать первую часть проекта «Территория красной камни». Остатки бивуаков и куча поваленных деревьев встретили здесь волонтеров. На этой площадке сразу было видно, что люди отдыхали. Стоял какой-то сломанный столик, лежало много железа, которым, видимо, прикрывали огонь, чтобы он не погас. Здесь было много валежника и достаточно много мусора. То есть мы эту площадку расчистили, убрали лишний валежник, убрали мусор. И вот сейчас здесь такой настил, на котором очень удобно располагать свои палатки. Есть беседка для культурного отдыха со столом и со скамеечками. Соответственно, люди сюда приезжают. Здесь можно организовать кемпинг-лагерь. Отдохнули, спланировались и продолжили дальше свое туристическое путешествие по маршрутам. Работа в руках у ребят спорится. За четыре часа управились и даже природой. Нашли время полюбоваться. Мне самому это все интересно. Я сам захотел добровольно. Мы еще с другом поднялись на небольшое предгорье. Посмотрели, пофоткались. Все прекрасно. Территория красной камни – это не единственный проект по очистке этой живописной зоны. В прошлом году здесь начали генеральную уборку активные общественники при поддержке экологического фонда Сибирского федерального университета. Волонтеры оттирали надписи на камнях. Потратили на это два месяца. На это лето грандиозные планы. Сначала по дороге к водопаду появится несколько новых указателей. На указателях будет указано расстояние в шагах и в метрах до самого водопада. Также высота над уровнем моря до него. Также будут установлены информационные стенды на протяжении всего маршрута, где будет написано биоразнообразие обитающим на этой территории. И также мы еще планируем в августе установить специальный антимедвежий бак. Здесь, куда можно будет выкидывать мусор, который будет обслуживаться в летний период времени. Эти два проекта по сути дополняют друг друга, продолжает Дмитрий Федосеев. Вместе у этих двух инициативных команд есть шанс превратить Красные Камни в доступный туристический маршрут. Но на этом проект территория Красные Камни не заканчивается. И примерно с середины июля начнется монтаж указателей с расстоянием до различных интересных туристических мест. Вот, например, отсюда до ущелья 12 водопадов около 12 километров. Всего авторы проекта разработали 9 туристических маршрутов. Информационный стенд с ними установят на входе в кемпинг. Открытие площадки пройдет 4 августа. А пока награды для волонтеров. Как выяснилось, большинство ребят никогда не были на Красных Камнях. Уководители проекта решили исправить это незамедлительно. Александр Молодцова, Вячеслав Матвеев и Андрей Казак. Новости северного города. Далее в новостях северного города расскажем о тех, кому труднее всего. Но своей жизнью они доказывают обратное. Сейчас в Норильске проживает около 4 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. И у многих схожие проблемы. Отсутствие работы, нехватка общения. То, что инвалидная коляска или протезы – это не смертельный приговор. И даже в суровом заполярном городе человек с ограниченными возможностями может все. Своим примером доказывают герои репортажа нашего специального корреспондента Егора Тулновского. Смотрим. Норильск, как ни крути, суровый заполярный город. Здесь даже физически крепкому и здоровому человеку порой бывает непросто. Что же говорить о тех, кто по тем или иным причинам лишился дееспособности. Например, инвалидная коляска не влазит в лифт в большинстве жилых домов. А те же пандусы можно установить не на каждом крыльце. В одних случаях это не позволяет архитектурной особенности здания. В других – статус здания как культурного наследия. Как жить в Норильске полноценной жизнью тем, кто толком даже из дома выйти не может? Оказывается, можно. И наши герои тому прямое доказательство. Например, Ильшат Мусин, потерявший в юности ноги из-за детского баловства на железной дороге. Сейчас работает руководителем проектов крупной инженерно-строительной компании. Его подчинение – целый отдел специалистов. Всего достиг сам, пройдя путь от рядового рабочего до начальника. Учился я в школе с начала 14-й в Норильской. По окончанию нее поступил в Норильский индустриальный институт по специальности автоматизации технологических процессов. После длительный путь на различных местах работы с получением опыта, с ростом карьерным. И вот так вот вышло, что меня взяли в компанию «Синтесен». А вот другой пример – Игорь Филиппов. Возможность ходить потерял после аварии нескольких неудачных операций. Недавно Игорь отучился в школе социального предпринимательства Норникеля. И вплотную занялся бизнесом. Открыл свой магазин. И я вот в том году, когда отучился, я принял решение, что пора что-то менять в своей жизни. Ну, плюс я еще женился, у меня мотивация очень сильная появилась. Вот. И решил открыть магазин «Постельного беля». Благодаря своей супруге она мне подкинула идею. Говорит, давай займемся, попробуем. Ну, попробовали. Правда, сразу бизнес не пошел. Аренда уж больно дорогая. Тогда, недолго думая, начинающий предприниматель перевел магазин из реальной в виртуальную плоскость. Интернет-торговли идет бойко, а сам Филиппов копит деньги на открытие собственной парикмахерской. Для этого устроился фирму-менеджером по закупкам. Сёрфит по интернету в поисках тендеров и оформляет на них заявки, успешно совмещая бизнес и работу. Мои рабочие обязанности входят мониторить торговые площадки. Поиск потенциальных клиентов, обзванных, заключение договоров, сопровождение сделки, работа с документацией. Впрочем, не работа единой. Например, Ильшат раньше профессионально занимался плаванием. Постоянно выезжал на соревнования. Сейчас продолжает плавать, но уже для себя. А несколько лет назад увлекся армрестлингом. Сейчас я уже больше любитель, чем профессионал. Раньше занимался плаванием, а сейчас мы ездили на соревнования по армспорту. То есть я занял второе место, кажется, на краевых соревнованиях. Вот и Игорь Филиппов, частый гость на всех приметных в городе мероприятиях. Живет полноценной социальной жизнью. Например, проводит мастер-классы по изготовлению фигурок из гипса. А кроме того, регулярно помогает тем, кто оказался в похожей с ним ситуации. Так, собственно, свою супругу и встретил. Она сидела в четырех стенах долгое время. Она шесть лет лежала. Потом она прошла курс реабилитации, встала с инвалидной коляски. И просто не знала, куда обратиться, чем не заняться. Потому что в четырех стенах, ну, с ума, может, сойти, грубо говоря. Ну, депрессия началась. Ну, я поехал к ней. Пообщались. И получилось так, что через полгода мы женились. Сейчас у норильчан с ограниченными возможностями есть своя группа. На этой виртуальной площадке они собираются, обсуждают последние новости и поддерживают друг друга. Кто словом, кто делом, а кто и личным примером. Который, пожалуй, куда важнее всего остального для тех, кто волею судеб недавно пополнил ряды людей с ограниченными возможностями. Далее новости от норильских экстремальщиков. Местные дайверы открыли летний заполярный сезон, который в этом году задержался почти на полмесяца из-за холодной июньской погоды. Большинство озер освободилось от льда только в прошлые выходные. И хотя температура воды на глубине ниже 5 метров пока не достигает и 6 градусов, первые погружения на открытой воде уже начались. Редактор субтитров А.Семкин Днем в городе небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура в городе плюс 17-20 в окрестностях до 21 тепла.